Друзья, вы не поверите. Второй раз встречаемся по поводу этого гольфа. Вчера сделка не состоялась. Сегодня встретились в Мрео. Тем не менее, машина не куплена. Помимо всех нюансов на автомобиле, есть еще проблемы с ВИН-номером. Не могу сказать, что криминал. Суть в том, что, похоже, брак при нанесении ВИН-номера был допущен брак. Машину ставили год назад на Кубинской. Мы приехали на Киевскую. На Киевской сказали, что с таким косяком ставить машину на учет не будут. Так как она была зарегистрирована в прошлый раз на Кубинской, отправили нас на завтра на Кубинскую разбираться. Поэтому гольф классный, гольф интересный, гольф редкий, эксклюзивный. Но второй день подряд мы его не можем купить. Друзья мои, снимаю без стабилизатора. Мы находимся в Мрео на Кубинской. Дело в том, что здесь пытаемся поставить на учет автомобиль, с которым у нас явные косяки. Уже третий день не можем оформить покупку с нашим клиентом. Volkswagen Golf 7. 2013 год. Три владельца. Крашен в круг. Врезано заднее правое крыло. Был удар в морду, заменена фара и крыло. В общем, все очень странно. Стоимость автомобиля 819, в итоге отдает за 800. Это очень дохрена для этой машины, тем более со всеми этими нюансами. Но наш клиент очень хочет этот автомобиль. Это единственный в России автомобиль в таком оснащении, с такими доработками, которые здесь имеются. Подробнее сейчас Ваня выйдет, нам все расскажет про этот автомобиль. Сейчас расскажу, почему мы не можем поставить его на учет, почему не можем провести сделку. Вин номер. И на Вин номере у нас есть вот такая вот восьмерка. Пятерка. Да, явно с ними что-то не так. Дело в том, что этот автомобиль год назад в этом Рео ставили на учет. И в итоге мы приехали сюда, чтобы именно тот инспектор, который сверял этот Вин номер, сейчас повторил эту процедуру. Очень странно, многие из вас скажут, что за 800 тысяч покупать Гольф с кучей косяков, там, после ДТП с врезанным крылом, облитый в круг и так далее. Но все это сделано не просто так. И сейчас я вам расскажу, почему. Да, расскажи, чем примечательен Гольф, почему он весь в круг крашен. Автомобиль сначала был в обычном заводском окрасе, белый цвет, у Гольфа такой белесый немного. И хозяин, когда загонял на первое ТО, он ее сразу красил в премиальный перламутровый цвет. Все, кроме крыши, соответственно. И ручек. И ручки теперь выделяются. Конечно, косяк, потому что ручки белесые выделяются на фоне кузова. А примечательная комплектация, я вчера на автору, по-моему, такую ни одну не нашел. В России. В России ни одной. Да, потому что люк, комбинированный салон, эргоэктив, сиденье с массажем. С массажем и с памятью, да, тут с электрорегулировками со всеми. Соответственно, парктроники, камера, ксенон. Автопарковщик. Автопарковщик, подогрев, ну все, что угодно. То есть в этом Гольфе есть все опции, которые были предусмотрены в этом поколении. В седьмом еще был, наверное, адаптивный круиз, тут его нет. Чего-то тут нет. Чего-то тут нет. Дальше, какие еще доработки были? Что-то там из Германии присылали. Какие? Селектор КПП. Здесь Германия заказывала хозяин, потому что не понравился материал кожуха. Родная ручка идет в комплекте тоже. Так. На первом ТО, когда хозяин его купил год назад, были закуплены только запчасти на 230, по-моему, тысяч. В официальном деле, да? Да, все делалось в Невавтоком. Это система ГРМ. Это из-за того, что потел патрубок на турбине. Но, опять же, со слов, была заказана новая оригинальная турбина. Только она стоит 110. Бумаги есть подтверждающие? Да, он все отдает. Соответственно, компрессор и радиатор кондиционера. Два комплекта колес на оригинальных литых дисках. Была заменена на оригинальную алюминиевую решетку радиатора, верхняя и нижняя. Заменен глянцевый пластик в круг. В общем, машину человек делал для себя, не жалея денег. Да. Ну, это как я, да, когда колхозил партнер, как бы, то же самое. Да, вот так и сюда за год 500, получается, должны. Причем это все 500, считай, за раз. Этот автомобиль самый дорогой сейчас на рынке, Гольф 7? По-моему, да. За 13-й год точно самый дорогой. По кузову, по факту, два нюанса. Именно в плане ДТП. Спереди, слева это фара, крыло, ну и сопутствующий пластик, там, бампер, клипс и так далее. А справа, сзади у нас локально вырезано крыло, заднее, но аккуратно, то есть не сверху резали, а снизу, в районе, где заднее, наверное, стекло кончается. Ага. И чуть выше порога по арке порезали. И дверь, рядом стоящая, локальная, как раз с ремонтом, там, пятна. Задняя правая? Да, до 800. Все? Все. Я так понимаю, вот расскажу, друзья. Дело в том, что мы клиенту уже несколько раз объясняли, что из-за этой ситуации с феномером, если вот сейчас вот инспектор скажет нет, то надо просто искать машину дальше. На что сам клиент, я сейчас еще возьму у него небольшое интервью, Марсель, сказал, что да я не хочу другую. Значит, пойдем как бы вопрос решать, ну, решать. Значит, вопрос будем как-то решать, что я такой второй машины все равно не найду. Он хочет именно этот автомобиль. Поэтому он сколько угодно говорит, что это дорого, но бывают машины, которые вот запало в душу, и все, и хочется именно ее. Да, автомобиль берется надолго, то есть не на год, не на два, не на три, это пять лет минимум, поэтому здесь важен ресурс технический, а здесь он уже хозяином заложен. Круто. У нас есть вопрос по регистрационным действиям автомобиля. Насколько я вижу, номера начинаются на V, и это 198 регион, соответственно, они получены не так давно. Был какой-то перевес или... Хазимин владеет с января. То есть он владеет ей совсем чуть-чуть. Меньше года. Ну как чуть-чуть, меньше года. Почти год, да. Ну, через другую страну, в Италию, поэтому таможить ее, гонять в Италию, там ставить. Он сказал, что это выйдет дороже, чем сама машина стоит. Нецелесообразно. Проще продать здесь машину, купить там другую. Как только сейчас решится вопрос, ставится эта машина на учет или нет, с таким VIN номером, я пойду, открою автомобиль и покажу вам подробнее, что там есть, в каком состоянии. И обязательно спросим у нашего клиента. Ну, то есть действительно здраво умеет это принято решение, грубо говоря, там с трезвым рассудком, или как там говорят, да. Потому что многие из вас понимают, что эта машина с нюансами, эта машина за очень дорого, и 99% людей просто не готовы на такие авантюры. Самое интересное началось. Ну что, друзья, делаем ставки. Поставят на учет или не поставят? Ну, давай, что скажет инспектор? Ну, 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 ну. Смотри, он прям сверяет. Ну, давай, скажи, что все нормально. Ну. Ес, ес. Нам подтвердили установку. Все, пошли. Огонь. Ай, как круто. Черт побери. Вот теперь можно поснимать. Ребятки, смотрите, какая у нас красивая все-таки оптика. Да, единственное, что на этом автомобиле сделано, скажем так, ну, типа колхоз считается, это вот эти наклеечки. Их, конечно же, не было. Ну, давайте посмотрим, что у него внутри. Давайте посмотрим, что у него, оп, внутри. Сидушечки. Давайте сразу заценим сидушечки. Комбинированная водительская у нас как выглядит. Друзья, еще раз повторюсь, это 800 тысяч. Самый дорогой Гольф 13-го года. Стеклоподъемнички, подогревы, складывания, здорово. Массаж. Я хочу его попробовать. Я прям хочу его попробовать. Электрорегулировки, да. Что тут написано? Эрго актив. Эрго актив. Упали. Упали в сиденье. Кнопка. Прикинь, я ключ достал. Чего я торможу-то? Это же эксклюзивная комплектация. Черт побери. Ручка. Обратите внимание. То есть, вот именно... Прикольно. Ты сломал! Нет, смотри, она так легко снимается на самом деле. Так все ручки. Я вижу, что она такая приятная. Она прям такая увесистая. Окей, автосвет понятно. Датчик дождя, датчик света, да. Автозеркало, стеклоподъемник. Ой, тьфу. Очечник, да. Тут у нас люк. Тут у нас люк. Кнопки управления люком. У нас двухзонный климат-контроль. Старт-стоп. Отключение паркинга. Автопарковщик. Классная ручка. Шикарная комплектация. Скорее всего, все ваговоды поставят лайк этому видео, потому что машины обалденные. Все, кому ваг не близок, все, кто против турбо, TSI, DSG и всего остального, по-любому поставят дисп. Дорого, дорого. С косяками, с косяками. Пробег 130, 130. DSG, DSG. Понятно, что это большой риск, но наш клиент решил купить именно этот автомобиль. И не думайте, что мы не пытались отговорить или оспорить это решением. Да пытались. Человек просто понимает все плюсы и минусы данного автомобиля. Это эксклюзивная комплектация. С такими опциями этот автомобиль один на всю Россию. От меня вопрос каждому из вас, кто посмотрел это видео. Если вы знаете автомобиль с массажем до миллиона рублей на вторичном рынке, плюс-минус, ну, с пробегом там 150, максимум 160, напишите, пожалуйста, в комментариях. Просто интересно. Со всеми теми же опциями? Ну, не всеми, но хотя бы с массажем. Которые реально купить? Что можно купить, да. Окей. Ну, и чтобы это было не пятый год, шестой, там, седьмой. Не какой-нибудь раньше седьмого года. Хотя бы от двенадцатого. Друзья, мне теперь действительно очень интересно ваше мнение. Машина обалденная, комфортная, классная, но, тем не менее, у нее 133 тысячи пробега. У нее врезано заднее крыло. У нее на задней правой двери есть пятно шпаклевки. У нее слева заменено крыло и фара. Несмотря на вот все эти плюшки, комплектацию, доработки, классный перламутровый цвет, металлическую, ручку из Германии и так далее, вот стали бы вы покупать, платить за все вот эти удобства и комфорт. И я бы в том числе повелся бы на эту комплектацию и, наверное, тоже бы не стал думать о том, что он покрашен. Причем покрашен он неплохо. А в резаном крыле, наверное, я бы тоже не думал. В принципе, безопасность здесь есть. Я надеюсь. Да блин. Друзья, ну давайте будем объективны. Здесь есть полностью все. Шторки, передние подушки, задние подушки. Я не удивлюсь, я не вижу, правда, шильда, но там для коленок 100% есть подушки. Все датчики, все регулировки, все электропомощники и там вспомогательные системы. Да здесь есть все, что нужно для комфорта, даже пепельница. Ну вот я бы садился и кайфовал от того, что здесь такая комплектация, от того, что это Гольф. А с другой стороны, что мы можем купить за 800? Плюс-минус с подобными опциями я, наверное, не найду машины, кроме каких-нибудь там французов. Сид. Каких-нибудь французов. Киа Сид. Киа Сид в полном жару. Он может составить конкуренцию этому автомобилю, но тоже у него не будет автопарковщика. И массажа. И массажа не будет, действительно. Там будет панорама. Там будет панорама. Вот хрень полная. Так, тут же врезанное крыло и крашеный кузов. Да, тем не менее, друзья, это у нас DSG. То есть это осознанный выбор нашего клиента. Он действительно хотел DSG. Здесь у нас под капотом стоит один и... Один и чуть-чуть. Все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, влаговоды. Особенно вы. Подписывайтесь. Нажимайте колокольчик, потому что это помогает развиваться нашему каналу. А мы дальше показываем автомобили, которые находим. Какие они, в каком состоянии. Все по-честному, открыто. Где находим, как проходят сделки. Этот автомобиль было непросто зарегистрировать, но на третий день у нас получилось. Все, друзья. Спасибо. Всем пока.